Итак, еще раз цифра людей. Меня зовут Андрей, только что выдумал себе должность советского царя в компании цирпечи. Мы занимаемся производством ванных и подопительных печей, экономностью генда, таких народных простых печей. И наша миссия — это возрождение ванных традиций в России. Сначала я хочу вас спросить, вот кто в бою любит ходить по миссии, а кто регулярно в бою посещает, уже меньше, а кто предпочитает бою, какую вот деревенцу, настоящую, что-то в срубе, вот, жаркую, классную, да? Вот, ну, когда вот в таких фильмах, я не знаю, как вы, я просто тоже такую пою. Обычно я вижу в деревьях, там, у своих каких-то друзей, иногда, очководные подобные печки, да? Или, вот, вот тоже, да, хорошие экземпляры, то есть, это просто из кирпича сделала эту печь, и она там как-то топится, греет, да? Или вот тоже хорошая печка справа, да? То есть, просто там какая-то железная грень, вот, ложная кабинка. Но, если вы зайдете в магазин, то обычно вы увидите, ну, вот еще это, да, пример печки, обычно вы увидите такую печку, или вот такую, или вот такую. Очень многие люди, которые привыкли к печам, которые я вам только что показал, такие печки, хотя в магазине, просто в принципе не воспринимают, ну, они относятся к ним, как к какому-то бытовому прибору, так называемый, чайник-тефальк, водовский путь, да, или вот, по-моему, вот эта печка, их можно лежать в историческом союзе, я знаю, как вам, но по-моему, очень похоже. Вот. Что сделали люди? Мы взяли эту простую, народную конструкцию, ну, примерно вот такую, да, вот. То, как люди привыкли к деревням, где-то делаются, и поставили это на производство, и начали производить такие печки. Это фотография одной из нашей модели. Вот другая. Что испытывают люди, приходя в магазин? Когда они видят бытовой прибор, похожий на чайник-тефальк, да, ну, многим людям непонятно, что с этим делать, они пришли за печкой, а увидели, ну, лично футуристическое, и они разворачиваются по уходу, когда люди приходят в нашу магазин, и видят вот эту штуку, да, это здоровая такая большая железная печка, она весит более 100 килограмм, вот по ней вот так вот, дум-дум-дум-дум пытается постучать, а она даже звуки не знает, толстые железные стены, да, сразу чешуковая, надежная, то есть, мы взяли вот эту вот конструкцию и просто поставили ее на боку, то есть у нас сборочное производство, конфинир, который просто делает эти печки. И когда люди приходят в магазин, ну, от них все понятно, инфоритно, куда закладывают дрова, где, не знаю, камни, куда привозят дрова, да, где греться, то есть, конечно, им, ну, печка ясна, абсолютно ясна, и вот это наше основное преимущество. Кроме того, она процентуальная длицесс дешевле, чем любой из деликов, в принципе, с длицессом в магазине. А для жителей, ну, не Москвы, где средняя зарплата до 15-20 тысяч рублей, еще там служит пенсионерам, да, вот подобные печи, просто не по-гальмам. Вот. Собственно, это то, что наше начало. У нас есть два предложения. Мы работаем, не строим собственного большого завода, не пытаемся стать гигантом промышленности и выпускать тысячу-две тысячу печек в день. Мы строим нашу сеть на основе маленьких, локальных производств, ну, чтобы из одной точки по всей стране вывозить наши печи. Сейчас у нас открыто уже три сборочных производства, в последнее время это Самара, Тольятти и Москва. Суть франшизы производства, причем покупая франшизу, вы покупаете бизнес по ключу. Мы полностью проработали весь технологический процесс сборки печек, процесс найма сварчины, процесс обучения, процесс контроля качества, процесс сбыток. Мы даже даем уже нашим существующим автопокрукателям нашим производствам как в их регионе. То есть, допустим, когда у нас открылось производство в Москве, мы автоматически передали им всех наших дилерингов, на стосах регионов и окружающих властях. Второе наше предложение – это франшиза фирменного магазина. То есть, вы открываете фирменный магазин и также под ключ получаете информацию, наше содействие, плюс многое желание, помогаемых в настройстве открытие магазина по нашим технологиям. То есть, система продаж, система мотивации персонала, система мотивации персонала – все это подтверждено, плюс прикрепляется к нашим консалтам. Срок глупальности в течение сезона – гарантия вам. Еще мы даем 100% гарантию, что если для любого дата, вам не понравились наши дилерингов, мы не будем собраться на день, которые готовы, а сейчас не знаю, наш франшизм. Подробности я сейчас рассказать не буду, всем, кому интересно, прямо сейчас подойдите к Антону, кто бы не берутся к Антону. Вот, и мы будем больше информации. На этом все. Если есть вопросы, сейчас задавайте. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ